Всем привет! Я не думала, что когда-то буду снимать видео на эту тему. Мне пока самой не верится, но... Я не хотела говорить об этом, потому что мне сложно, особенно сейчас. Но поскольку я человек публичный, поскольку я свою аудиторию уважаю и считаю её частью своей жизни, я вам представила Даню, делилась с вами, что мы встречаемся, это мой молодой человек. И сейчас я считаю нужным сказать вам другое. В общем, мы с Даней расстались. Сложно. Мне правда сложно всё это, и я подумала, что лучше уж сейчас всё это переварить, рассказать. Всё, что я сейчас чувствую, всё, что есть, смонтировать, то, что мне придётся наблюдать. И потом уже лечить свою душу, сердце. Именно поэтому так скоро вышло это видео. Я прошу упражнения за свой внешний вид, потому что у меня всё лицо пушает. Я вчера целый день и всю ночь плакала. Глаза у меня вообще в чайной пакетике. Спасибо вам за помощь. Когда я выставила пост в своём инстаграм, что мы с Даней расстаёмся и у меня начинается новая жизнь, многие решили, что это какой-то пранк, то, что я снимаю видео. Я бы хотела, чтобы это был пранк. Очень хотела. Но, к сожалению, это жизнь. И этого человека больше в моей жизни не будет. Я хотела отдельное спасибо сказать своим друзьям за поддержку. Я видела все ваши сообщения и звонки. Но, честно, я сейчас не готова общаться, не готова отвечать вам. Мне надо немножко побыть в себе. И чуть что я дам вам знать. Мне просто, правда, не хочется пока говорить на эту тему. Самое забавное это то, что сегодня должен быть и был скетч с Даней. Я не знала, что делать, выставлять это видео или нет. Если я вдруг решу всё-таки выставить этот скетч, то это, скорее всего, будет последнее видео с Даней. Мы с Даней нормально расстались. Ну, в том плане, что не в ссоре. В дружеских, так сказать, отношениях. Ну, честно сказать, мне намного сложнее, чем Даня. Может быть, потому что я больше чувствую к нему что-то, чем он ко мне. Не знаю, но мне значительно сложнее, чем ему переживать этот разрыв. Но я справлюсь. Я не хочу подробности рассказывать наше расставание, потому что, в принципе, я не хочу постоянно эту мысолить заново. Ну, в принципе, наверное, не стоит это выставлять в сеть. Просто скажу, что, наверное, мы разные люди. И я пыталась всё вернуть, но мне просто не дали шанса. Но я, правда, пыталась. Не один раз. Я к Даню хорошо отношусь. Он очень умный человек. Один из самых умных людей, которых я знаю. Он добрый, отзывчивый, он хороший, настоящий. Даже в этой ситуации он меня не бросил. Он пообещал, что первое время поможет мне, потому что я сейчас буду переезжать. Это вообще сейчас не имеет значения, куда что. Позже всё узнаете. Он мне пообещал, что поможет мне с переездом. Поскольку, ну, типа, всё это время я жила в общаге. И Даня — это первый молодой человек, который у меня были серьёзные отношения, с которым я жила вместе. Как бы первая моя серьёзная жизнь. Мне страшно, конечно, с одной стороны, вступать одной куда-то в неизвестность. Я считаю, что это действительно достойный поступок. И, наверное, от этого ещё сложнее, что его просто не за что ненавидеть. А ненависть, она помогает, как бы легче делает. А мне сейчас вообще не легче. Простите, пожалуйста, за это. Честно, не хотела показывать свою слабость. Вообще, реально, я настраивала себя полчаса, чтобы не разреветься здесь. Так включила камеру, и сразу слёзы градом. Я не хочу больше унижаться. Я поняла, что это реально конец, и я отпустила человека. Всегда снимала для вас позитивные видео. Хотела радовать, но сегодня, видимо, нет. Прошу, не надо меня жалеть. Это хуже всего. Мне можно просто подержать, но жалеть точно не надо. Это сейчас я такая. Это нормально, потому что расставание — это как маленькая смерть. То есть действительно, человек был всё это время в моей жизни, и сейчас он хоп и исчезает. То есть как будто там руки и ноги лишатся. И это нормально, то, что у меня такие эмоции. Это естественно. Пройдёт время, мне станет легче. Я освоюсь. Я привыкну. Я также хочу записаться, наверное, к психологу, потому что от ноги слышала, что они реально помогали и выводили людей из депрессии, помогали пережить разрыв. Я думаю, что мне это действительно надо, потому что я творческий человек. Если я буду в таком состоянии, то вы должны понимать, какие ролики я буду выкладывать. Они будут напичканы болью, разочарованием и так далее. Поэтому нет. Я буду стараться максимально это всё избежать. Я решила окружить себя близкими и любимыми мне людьми. Я даже решила, что перевезу на месяц к себе в гости маму, чтобы жить с ней, чтобы она мне помогала, там, выводила из этого всего. Я буду стараться загружать себя делами. Вот, например, я 8 и 9 июня буду на видеожаре в Украине. Мы в прошлом году с Даней, кстати, туда летали. И в этом году должны были с ним полететь, но нет. Поэтому я надеюсь, что у меня получится полететь туда с моей племянницей Алиной. Но я обязательно к вам прилечу, потому что мне нужна поддержка, мне нужно что-то менять в своей жизни, забываться, отвлекаться. Так что Украина, видя жара, я приеду. Также я всё это время копила на квартиру и не тратила ни копейки лишней. Поэтому я не путешествую, как многие блогеры, но я решила, что хватит. Тем более сейчас это мне необходимо. Поэтому я думаю, что, может быть, через 2 месяца я обязательно совершу путешествие и всё об этом расскажу, покажу, вы будете в курсе. Сейчас у меня непонятный период. Ну, вы знаете, во время расставания есть период отрицания, второй период принятия. Я нахожусь что-то между отрицанием и принятием. То есть я как бы понимаю, что это всё, но мне всё равно не верится, потому что мы столько вместе были, столько всего пережили. И Даня мне безумно помогал, отчаянно верил в меня. Даже когда я не верила сама, я говорила, что у меня не получится. Я такое не могу сделать. Это не мой уровень. На что он говорил, нет, ты сможешь, у тебя всё получится. Я знаю. Давай, пробуй. И у меня действительно получалось. Он, правда, очень помогал мне в видеоблогинге. Не всегда в кадре, хотя там тоже пошлая часть за кадром. Благодаря ему у меня появился свой бургер, потому что он договорился. Благодаря ему появилась моя игра Хеллинг Уэс, потому что он предложил. То есть, ну, как-то всё это так получалось. И всё было нормально. Были сорок, как у всех, но это нормально. И когда в один момент всё вот рухает, ты не веришь. Знаете, мне время. Я выпущу скетч. Я решила. Последнее видео с Даней. Там такой забавный момент будет, конечно, в этом скетче. Да, я думаю, вы поймёте, о чём я говорю. Спасибо вам огромное за поддержку. Часть этой жизни останется навсегда во мне. И я не собираюсь удалять видео, фотографии, издания. Я считаю, что это полный бред. Я просто отвечаю, потому что многие в комментариях писали, что почему ты не удаляешь, удаляешь, я считаю, что это детский сад. А человек был в моей жизни, и он ничего плохого не сделал. Да, мы расстались, но ты не знаешь, что он плохой. Если вы знаете какой-то быстрый метод пережить расставание, то дайте мне об этом знать. Первый день мне очень сложно сдался, потому что мне хотелось забиться в какой-то угол, просто пореветь, я не знаю, покричать, но ни один угол не подошёл, не помогло. Я говорю, почему? Я сегодня очень плохо спала. Столько успокоительного выпить, и как бы не помогает. Я думаю, что сейчас только человек, который когда-то пережил расставание, он сидит, смотрит на меня и такой, я тебя понимаю. Я в теме, у меня то же самое было. Может, даже кто-то со мной плачет, потому что это реально очень сложно. Я желаю вам с любимыми никогда не расставаться и не ссориться. Берегите их. Я поняла одну самую вещь, что вот никого дороже мамы нет. То есть у меня мама переживает, наверное, больше, чем я сама. Она постоянно со мной на телефоне, постоянно узнаёт, как я, что со мной. Зовёт к себе в гости приехать. Я не знаю, как объяснить своё состояние. Мне просто не хочется и хочется. Я бы вроде... Вроде я сижу, и мне хочется вырвать. И в то же время я понимаю, что я сейчас такое унылое говно, что мне никуда не хочется выходить. Вы знаете, я всё равно себя заставлю сегодня. Заставлю сегодня себя хорошо одеться, красиво. Заставлю себя натянуть улыбку, сделать нормальный макияж, чтобы убрать все синяки под глазами, опухшие глаза. И просто схожу в кино. Порадую себя, потому что это необходимо мне. Честно, я пыталась всё вернуть и наладить, но мне не дали шанса. В каких-то моментах я даже свою гордость задвигала, потому что предлагать для меня что-то вернуть, это на меня не похоже. Для меня это проявление слабости. Возможно, это неправильно так думать. Но я пыталась, и всё напрасно. Спасибо, что посмотрели это видео. Я думаю, что я восстановлюсь, и мы с вами совсем скоро увидимся. Спасибо, что вы услышали.